Одна из главных тем стратегической сессии в Корсунском районе – обновление городской среды. Парк, в котором мы находимся, уже заметно преобразился. Здесь появились новые линии освещения, асфальтированные дорожки, а также малые архитектурные формы. Однако много еще предстоит сделать. Например, закончить реконструкцию здания библиотеки и центральной площади. В самом сердце Корсуна работа идет полным ходом. Такой результат – итог слаженной работы самих жителей. Тема, аргумент, результат – схема, знакомая каждому участнику стратегической сессии «Движение вверх». Здесь и рождаются идеи о том, как приумножить достояния родного края. Одна из них – обновление спортивного стадиона. То есть там имеются и ворота, и сама площадка, только нет ограждения. Нужно ограждение, нужен газон, разметка и навесить на ворота сетку. И чтобы дети шли после учебы, занимались, не бездельничали, а ходили, играли в футбол, занимались спортом. В зале пять команд. На повестке дня три вопроса. Помимо обновления городской среды – это бизнес и демография. Корсунский район – лидер по количеству проживающих многодетных семей. Однако родильного зала в муниципалитете так и нет. А вот предпосылок для его создания достаточно. В том числе и богатый кадровый состав. Помимо нашего Корсунского района ежегодно у нас обучаются студентки из Корсунского медицинского техникума и Государственного технологического техникума. Из других районов, из других городов, которые проживают в настоящее время и, следовательно, стоят на учете по беременности у нас в нашей Корсунской районной больнице. Чтобы идея дошла до финальной точки результата, важно грамотно составить тезисы. На что сделать акцент, как подать концепцию и не оказаться заложником воздушных замков, на стратегической сессии следят опытные наставники. Сама идея проведения стратегических сессий по развитию муниципальных образований – это очень правильная идея, потому что люди должны принимать обязательно участие в планировании своей жизни, своей территории, вообще образа будущего нашей страны и вносить свой вклад. То есть делать это только чиновниками или экспертами – это очень неправильный путь, потому что будет, возможно, такой разрыв с ожиданиями и интересами людей. В компетенции наставников и экспертов – помощь и обмен опытом. Окончательный вердикт остается за жителями. Каждая выдвинутая идея проходит этап голосования. Лучшие выбранные народом и есть фундамент успешного будущего.